МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тагил с задачами справился. Такую оценку дал во время визита заместитель полпреда в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Делегация посетила набережную Тагильского пруда, драмтеатр и спортивный комплекс в президентском. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студентка-художница хотела сделать подарок для своего института, а ее обвинили в богохульстве и порче городского имущества. Она изобразила обнаженных святых дев на столбах перед учебным корпусом вуза на проспекте Мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать о событиях понедельника и минувших выходных. Среди погибших в авиакатастрофе в Египте жителей Свердловской области нет, сообщает МЧС России. Уральские авиалинии скорректировали маршруты полетов своих рейсов. Над Синайским полуостровом больше не летают. Накануне в Нижнем Тагиле в учреждениях были отменены развлекательные мероприятия. В спектакле, в частности, театр драмы, отменил показ комедии «Очень женатый таксист». Также на 4 ноября в связи с трауром было перенесено открытие первого в городе Экамола. Первая жертва тонкого льда. Тагильчанин провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на акватории Высского пруда. 30 октября вечером двое мужчин решили срезать дорогу через водоем. Лед под ними не выдержал, люди оказались в воде. Одному из них удалось выбраться, он попытался спасти товарища, но ему это не удалось. 31 октября 2015 года водолазы города Нижнего Тагила около 13 часов тело подняли. Жалко, трагедия, но тем не менее причина употребления спиртных напитков. Спасатели напоминают, выходить на лед сейчас нельзя. Толщина наста на некоторых участках составляет 3 сантиметра. Дополнительную опасность представляет снежный покров, маскирующий тонкие участки. Среди жертв тонкого льда в этом году два рыбака из Челябинской области и 8-летний мальчик из Красноярского края. В планах водных спасателей работа в школах, чтобы не допустить новые трагедии на тагильских водоемах. Два человека погибли, 14 получили травмы различной степени тяжести. Шесть аварий произошло за выходные в Тагиле и пригороде. В ГИБДД ситуацию связывают с ухудшением погоды, снегом и гололедом. Я хочу порекомендовать водителям при ухудшении погодных условий максимально снизить скорость движения. Стараться избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Подъезжая к таким местам, как пешеходные переходы и перекрестки, максимально снижать скорость движения, для того, чтобы можно было своевременно обнаружить возникшую опасность и принять меры к остановке транспортного средства. В субботу около 7 часов вечера на трассе Екатеринбург-Серов не справился с управлением 27-летний водитель пятой модели «Жигулей». Автомобиль выехал навстречу и столкнулся с «Тойотой РАВ-4». Мужчина, находившийся за рулем «пятерки», скончался. В воскресенье около полуночи пешеход погиб на улице Садоводов. Он шел по обочине и был сбит «Тойотой Лэнд Крузер Прада». Водитель слишком поздно заметил человека и, несмотря на невысокую скорость, не смог вовремя среагировать. По сообщению единой диспетчерской службы, завтра с 10 утра до полудня в Нижней Черемшанке будут ремонтировать сгоревший разъединитель. Свет отключат в некоторых домах на улицах Заозерное, Весеннее, Геологов, Серебрянский тракт, переулок туристов и проезд геологов. Тагил с задачами справился. Такую оценку дал во время визита заместитель полпреда в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Делегация посетила набережную Тагильского пруда, драмтеатр и спортивный комплекс «Президентский». Вместе с вип-персонами оценили новостройки и наши корреспонденты. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» восхищает масштабностью как снаружи, так и внутри. Этот будущий рай для спортсменов и тех, кто следует здоровому образу жизни, совсем скоро распахнет двери. Готовность спортивного комплекса «Президентский» составляет 99%. Современный мультизал позволяет проводить соревнования всероссийского уровня по баскетболу, волейболу, борьбе, художественной гимнастике и другим видам спорта. Просторы спортивных залов глава города демонстрирует заместителю полпреда в Уральском федеральном округе Александру Моисееву. Это тренажерные, гимнастические залы, бассейны. Заглянули в вип-персоны и в раздевалки. Во время обхода Носов в подробностях рассказывает Моисееву о технологиях и перспективах нового спорткомплекса. Несмотря на мнение скептиков, говорит Сергей Носов, ФОК построен в кратчайшие сроки и совсем скоро примет всех желающих. Моя позиция, что без эксплуатации ни один объект существует. Позицию Сергея Носова Моисеев поддерживает и интересуется, как президентский смотрится на фоне подобных спортивных комплексов в других регионах. Директор ФОКа Сергей Кутемов акцентирует внимание гостя на деталях, в частности, дизайна и подчеркивает качество постройки. Увиденным зам полпреда остался доволен. Александр Моисеев считает, город с задачей справился. Спортивный комплекс такого уровня – это, я бы сказал, мечта любого города, и столичного, и областного, и любого муниципального крупного города. Поэтому этот комплекс вполне соответствует и уровню, и содержанию. Вторая новостройка, которую посетила делегация «Набережная», окружной гость во время прогулки не смог сдержать эмоции. Эстетичность и раскрывающиеся пейзажи впечатлили Александра Моисеева настолько, что восторг он процитировал строками известного стихотворения. Мороз и солнце – день чудесный. Так вот, в продолжение того, что, конечно, набережная приобрела такой замечательный благоустроенный вид, это очень существенно улучшит благоустройство в целом городской среды отдыха. И я хочу сказать, что подобные проекты, подобные направления работы создадут совершенно иное качество жизни горожан. Закончилась прогулка по Тагилу Нижнетагийским драматическим театрам. Храм культуры Моисеев рассматривал пристально, но придраться было не к чему. Мы акты не подписываем на неготовые объекты. После посещения новостроек Моисеев сразу доложил о ситуации по упреду. В прошлой неделе прошло 12 спектаклей, иногда так бывает даже по 2 спектакля в день. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Дорогой на Серебрянку обеспокоены региональные общественники. Общероссийский народный фронт призывает губернатора области пересмотреть сроки ремонта дорожного полотна. Предлагается включить в бюджет области на следующий год расходы на капремонт трассы. Напомним, он пока запланирован на 2018-2022 годы. Включение дополнительных расходов в областной бюджет не единственный пункт в обращении. Представители Общероссийского народного фронта лично выезжали в Серебрянку и убедились в практически полном отсутствии дорожного полотна. Трассу должно обслуживать управление автомобильных дорог Свердловской области вместе с подрядчиком Свердловск-Автодором. Представители Общероссийского народного фронта самостоятельно убедились, что дорогой занимается только муниципальный Тагил-Дор-Строй. Компания Строй-Дор, которая должна завершить оставшиеся работы по строительству моста на улице Красноармейская, бездействует. Об этом говорят в службе заказчика городского хозяйства. Какое наказание понесут и когда мост пустит первых автомобилистов, выясняла Анна Хабарова. До сдачи моста на улице Красноармейская осталось чуть менее двух недель. Основная часть работ уже позади. Осталось подвести освещение, установить светофоры, оформить въезд и съезд. Компания «Мост Инжстрой» свою часть Строй-Дору передала вовремя и справилась в сжатые сроки. Однако генподрядчик к завершающей стадии так и не приступил. Строй-Дор сегодня стоит, работ не выполняет. Люди там есть, сказать, что там их нет, но они есть. Но по каким причинам они не выполняют, каждый день общаюсь с ними. И я, и Сергей Константинович общаются. Пока ясности нет. Там для того, чтобы выставлять светофорные объекты, надо поставить бордюрный камень. Бордюрный камень вы видели, что не выставлен до сегодняшнего дня. Претензии на имя гендиректора Строй-Дора Армена Карапетяна службой заказчика городского хозяйства уже направлены. Мэрия собирается контракт расторгнуть. Тем временем по просьбе генподрядчика свою лепту в строительство моста внесла компания «УБТ-Сервис». Нижний слой проасфальтировали на 130 тонн. На 60 уложили мост с помощью щемы. К слову, это первый объект в Нижнем Тагиле, где используется щебёночно-мастичный асфальт. У него показатели более лучшие – это и образование колейности, менее подвержено к образованию колейности, то есть деформации. Затем трещины сами затягиваются при плюсовых температурах, то есть при 30 градусах. Первые автомобили должны пойти по новому мосту на Красноармейской уже 15 ноября. Сергей Носов его уже успел опробовать. Об этом поделился на аппаратном совещании. Анна Хабарова, Вадим Усков, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Начальником юридического управления администрации Нижнего Тагила стал Алексей Буйнов. Об этом сообщается на официальном портале Нижнего Тагила. Алексей Буйнов перешёл в юридическое управление в июле 2013 года. До этого чиновник возглавлял управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города. Камеры безопасного города помогли поймать банду преступников. Накануне в 16-й отдел полиции обратился тагильчанин с заявлением о грабеже. Пять неизвестных избили его и отняли ценные вещи в подъезде дома на проспекте Ленина. Ограбление засняли камеры наблюдения. При просмотре данных камер были установлены лица данных молодых людей. После этого они были задержаны и дали признательные показания. В итоге в ходе проверки установлено, что активные действия предпринимали трое из пяти. Одному из трёх молодых людей на настоящий момент он не достиг возраста уголовной ответственности. Ему 13 лет. Другим участникам также нет ещё 18 лет, но они уже попадали в поле зрения полиции. Один из зачинщиков в ходе следствия признался в угоне автомобиля. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде. Следствие уже возбудило уголовное дело по 161-й статье Уголовного кодекса. Грабёж. Нападавшим грозит до 7 лет тюрьмы. Дзержинский районный суд приостановил его деятельность до 1 ноября. Но дети уже неделю занимаются в группах. Были устранены все замечания, которые были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзором. Роспотребнадзором было проведено соответствующее лечение персонала детей. Все выздоровели, и поэтому суд счёл возможным открыть детский сад с 26 октября. Поэтому он уже функционирует. Сейчас посещает детский сад 210 детей. Напомним, вспышка норовируса произошла в дошкольном учреждении 2 октября. За медицинской помощью обратились 21 воспитанник и два сотрудника детского сада. Двоих детей госпитализировали в инфекционную больницу. В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения в работе пищеблока. Следствие до сих пор устанавливает виновных в массовом отравлении. Студентка-художница нарисовала обнажённых святых дев в центре города. Она украсила ими столбы перед учебным корпусом пединститута на проспекте Мира. Многих тагильчан возмутило такое творчество. Девушку обвинили в порче имущества и богохульстве. Подробности в сюжете Тимофея Данилова. Эти семь дев являются хранительницами худграфа, храма искусства. Так объясняет свою художественную идею студентка Алиса Горшенина. Правда, сейчас увидеть картины можно только на фото и видео, снятые однокурсником Алисы. Деканат поставил девушку перед выбором. Или творение будет закрашено, или студентку исключат из вуза. Было неприятно, что меня саму лично заставили закрашивать. Это вообще как-то я не поняла. Я бы пришла, было бы закрашивать, но расстроилась бы не так сильно. А тут просто как будто бы этот совковый режим возвращается, и меня публично так сюда выставляют, чтобы я начала это всё закрашивать. С жалобами на уличное искусство, говорят в вузе, ображались тагильчане. Одни обвиняли художника в богохульстве, мол, обнажённых святых изображать – это оскорбление чувств верующих. Другие – в порче городского имущества. От официального комментария в Деканате отказались. Но пояснили – не в обнажёнке дело, а в том, что Алиса не согласовала свою работу с худграфом. По канонам было сделано, я понимаю, что это было неакадемично, как сейчас меня ругают за то, что это было некрасиво, неправильно нарисовано. Всё очень страшно. Я и не собиралась рисовать академично. У меня не было такой идеи. Мне объяснили, какая связь между тем, что я делаю на улице, и моим обучением. То есть я пыталась узнать, я задавала вопросы, почему так получилось, что отчисление здесь вообще возникло. То есть это же не должно быть как-то связано между собой. От работы Алисы остались только девы на старой арке, по соседству с непонятными символами известных авторов. Этих хранительниц худграфа, по словам девушки, возмущённые прохожие пытались искрести ключами. Однако сами художники не видят в этих изображениях ничего вызывающего или провокационного. Я в этом не вижу никакой послости. Мне хочется улыбаться и весело. Тётеньки летают в парке. Очень замечательно. У меня никаких каких-то даже... Я вообще не понимаю, из-за чего всё произошло. В чём причина? Разумеется, за однокурсницу обидно. Потому что работы, они в принципе концептуальны, они интересны. То, что сейчас совершено, это просто какая-то косность тагильского населения. И это весьма неприятно. Вот за творческого человека мне обидно. Алиса Горшинина готова биться за остатки своего творческого подарка худграфу. И бросать любимое дело. Рисование не планируют. Тимофей Данилов, Александр Штраух, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. Башня на Лисий горе продолжает принимать посетителей. Музей-заповедник Горнозаводской Урал напоминает, что она перешла на зимний режим работы. Теперь вместо пяти дней в неделю экскурсии будут проводиться только два. Созданы условия для того, чтобы принимать посетителей в зимнее время. Хочется сказать, что она будет работать по предварительным заявкам, наш объект. Максимально объект может принять за раз от 10 до 15 человек. И такую группу мы с удовольствием премием проведём экскурсию. Для экскурсии отведены среда и суббота. Время проведения с 14 до 16 часов. Предварительную заявку можно сделать по телефону 416401. В зимнем режиме башня на Лисий горе будет работать до 15 апреля. Открытую в августе к дню города экспозицию посетили уже более 3000 тагильчан и гостей города. Юная тагильчанка Олеся Федотова заставила в буквальном смысле вздрогнуть членов жюри престижного всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Школьница выступила с цирковым номером в жанре эквилибра. Воспитанники цирка «Аншлаг» вернулись из Москвы и поделились впечатлениями с Натальей Филимоновой. Вот сейчас я провинился, опоздал на тренировку и дали в тысячу раз отжиматься. Сколько же отжалка? Уже 350 раз. Никаких поощрений и поблажек. Только дисциплина и титанический труд приводят к высоким наградам и популярности. Это знают все воспитанники заслуженного коллектива России «Цирк Аншлаг». Тагильчане и в этот раз своим мастерством покорили Москву во время выступления на всероссийском престижном телеконкурсе «Синяя птица». Готовились, говорит Олег, основательно. Номер пришлось усложнить, чтобы выглядеть более эффектно. Добавили более сложные трюки, может что-то вообще поменяли. Одни убрали, другие вставили, чтобы смотрелось более сложнее. А вот Олеся Федотова в прямом смысле этого слова своим выступлением в жанре эквилибра заставила схватиться членов жюри за сердце, рассказывая девочка. На протяжении четырех минут школьница, стоя на руках, выполняла опасные трюки, при том, что съемки пришлись на ночь. «Это произошло так, что они задержались где-то на четыре часа примерно, и мне пришлось работать где-то в двадцать ночи по нашему». Лунный свет, так называется, номер Олеся остался в памяти многих, подтверждает и Марина Гунина. Олеся смеется, Марина Олеговна тренирует с четырехмесячного возраста, поэтому пластик и трудолюбие ей привиты с пеленок. Впрочем, представлять публике юных артистов, как оказалось, не надо. «Позвонили из Москвы и попросили приехать поучаствовать в конкурсе «Синяя птица». Они видели наших детей. Режиссер, я так понимаю, «Синяя птица» Сергей Широков был в цирке Никулина на международном конкурсе, где мы были в сентябре». Впереди кропотливая работа. Год только начался, говорит Марина Гунина. И даже отработанные годами номера требуют ежедневного труда. Наталья Филимонова, Александр Штраух, Егор Гошин. Новости Тагил ТВ. Рубль восстанавливается после падения в конце прошлой недели. Пока рост российской валюты небольшой. Подробности в нашей рубрике «Экономика и финансы». Доллар США теряет позиции. Сегодня американская валюта стоит 64 рубля 37 копеек. Завтра 63 рубля 79 копеек. Единая европейская валюта потеряла меньше – 36 копеек. Сегодня официальный курс евро, установленный Центробанком, 70 рублей 75 копеек. Завтра 70 рублей 39 копеек. На фоне растущего рубля, самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила – 64 рубля 35 копеек. Максимальная цена при покупке – 64 рубля ровно за 1 доллар. Евро можно купить за 71 рубль. А реализовать европейскую валюту реально за 70 рублей 38 копеек. Такова была информационная картина дня. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551 или пишите на сайте tagildichistv.ru. Автору лучшей новости, ставшей темой репортажа «Приз» – набор продуктов для укрепления иммунитета от спонсора рубрики сети магазинов «Медведь». Всего доброго, спасибо за внимание. Чистая природная вода всегда рядом. Вот это вода! Чистая и вкусная. Покупайте «Сенегорскую» в киосках и автоматах компании «Аквасервис». Рубрику представляет компания «Сенегорье». Сухое поражение «Спутник» уступил действующему чемпиону высшей хоккейной лиги. На домашней арене со счетом 3-0 проиграл «Нефтекамскому Торосу». В составе победителей шайбы забросили Станислав Гореев, Андрей Анкудинов и Илья Бочков. Бобры по-прежнему остаются в подвале турнирной таблицы. Сегодня подопечные Владимира Голубовича находятся с 20 очками на 23-м месте. Следующую встречу проведут 7 ноября с «Нефтяником» из Альметьевска. Начало в 17 часов. Уралочка НТМК же напротив идет к своей цели, минуя поражение. В первом туре чемпионата молодежной лиги он завершился накануне в Краснодаре. Тагильская сборная показала стопроцентный результат. Пять побед в пяти матчах. С 14 очками волейболистки возглавили турнирную таблицу. Ближайший домашний матч у них пройдет в воскресенье 8 ноября. Спортсменки встретятся с принципиально важным соперником. Заречья Денцова из Московской области. Баскетбольный ноябрь ожидает тагильчан. 26 матчей чемпионата и первенства России пройдут в нашем городе в этом месяце. 2-го и 3-го Соболя встретятся с нефтехимиком из Тобольска. С 15-го по 20-й Нижний Тагил будет принимать зональный этап среди юношей 13 лет. 8 команд из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, а также Тагильская спортшкола номер 4 и Старый Соболь будут бороться за три путевки в полуфинальную часть Всероссийского юношеского первенства. 21-го, 22-го и 24-го, 25-го ноября мужская баскетбольная команда проведет на своей площадке матчи с Краснодарским тегасом и Кировым. Помимо соревнований российского уровня 9-го стартует спартакиада образовательных учреждений Тагилстроевского района. За день до этого 8-го определятся победители и призеры первенства среди мальчиков 10 лет. Кроме того, на паркет выйдут девушки, участницы 9-го чемпионата города среди женских команд. С расписанием игр вы можете ознакомиться на официальном сайте баскетбольного клуба «Старый Соболь». На этом у меня все. О главных спортивных событиях города расскажем завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта Тагил-ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова